Библейский портал экзегет.ру представляет «Да, Бог велик, но что это значит для меня?» Вот Иов, в отличие от друзей, всегда эти абстрактные философские изречения приводит на свой конкретный уровень. «Я где в этом всем?» Иов так продолжил свою речь. «Жив Бог, отказавший мне в правосудии, жив всесильный, обрекший меня на горечь». То есть, да, вообще-то он Бог, он всесильный, он вечный, он всемогущий, но мне-то от этого не сладко. Он мне отказал в правосудии, меня обрек на горечь. Да коли дыхание мое не иссякло, покуда ноздри не покинул Дух Божий, уста мои превратного не скажут, и ложь с языка не слетит. Ни за что с вами не соглашусь, пока жив не отрекусь от своей непорочности. Правоты свои держусь, я неотступна, за прожитое не обличает меня сердце. «Я прав», — кричит Иов, «а Бог со мной несправедлив». И потом он еще об этом, еще, еще, еще скажет, собственно, единственное, чем он отличается от такого облика, ну, абстрактного праведника, что он не принимает абсолютно никакого, даже минутного, даже, может быть, для нас кажущегося противоречия в том, что касается божественной справедливости. Вот если есть Бог, значит, все должно быть не так, как оно сейчас. «Ни за что я с вами не соглашусь, пока жив не отрекусь от своей непорочности. Правоты свои держусь, я неотступна. За прожитое не обличает меня сердце. Пусть враг причстется к нечестивцам, противник мой, к злодеям». Вот именно то, что, собственно, с друзьями он никак не может поделить. Они уже скорее не друзья, а враги. И дальше вот такой странный переход опять как будто к логике друзей. На что надеяться безбожнику, когда будет отвергнут он, когда Бог его душу возьмет? Станет ли Бог слушать его крик, когда постигнет его беда? Разве он ищет от рады во всесильном? Призывает ли во всякий час Бога? Обратим внимание, что друзья-то как раз от рады во всесильном не ищут, и Бога не призывают. Они говорят о Боге, и Богом тычут в нос его. Говорит, вот Бог такой, а ты перед ним никто. Но к Богу они не обращаются. Они все время о нем в третьем лице. У них с Богом разговора нет, он им не нужен, он их не интересует. Получается, что они как раз вот под это определение безбожника нечестивца попадают. «Я поведаю вам о руке Божьей, не скрою правды о всесильном. Неужели вы не видите сами, так к чему пустые разговоры?» И вдруг он начинает говорить, как его друзья. «Вот каков удел нечестивцу от Бога, вот что притеснитель от всесильного получит. Пусть много у него детей, добычей меча они станут, отпрыском его досы-то не есть, а тех, кто выживет, чума сведет в могилу, и вдовы их не оплачут. Пусть накопит он серебра, что пыль, одеяний, что комьев глины, что он бережет, то праведник наденет, невиновное серебро его получит. Дом его как паутина, но в мазаринском тексте как мотылек или птичье гнездо, неважно, что-то такое хрупкое, что вот от дуновения разрывается. Как шалаш сторожа в поле, но тоже временная постройка, которая от любого ветра разлетится. Уснет он богачом, да и только поутру глаза откроет, все исчезло, как самим илым было. Захлестнет его ужас, как потоп, ночью ураган его похитит. Вихрь налетит из восточных пустынь, сорвет его с места и унесет. Обрушится на него беспощадно, заставит бежать без оглядки и будут хлопать в ладоши и свистеть ему вслед. Это, конечно, такой жест презрения, то есть, о, он куда побежал, как у него все плохо. Слушайте, кто это говорит? Вот мы опять встаем перед вопросом. Иов говорит, как друзья. Вот только что Иов нам рассказывал, как замечательно живут нечестивцы, как у них все хорошо. Тут он говорит с Иовом все будет, с нечестивцем все будет плохо. Неужели он изменил свою точку зрения? Неужели друзья его переубедили? Как бы они обрадовались, если бы это было так? Может быть, это говорит Суфар из Наамы? Вот я все ищу три речи у каждого из его друзей. Вот Сафара только две, третья не хватает. Может быть, вот она, может быть, переписчик тут забыл. Так отвечал Суфар из Наамы. Вот пропустил строчку, и мы теперь читаем с 13 стиха. Вот каков удел нечестивцу от Бога. Как бы речи его. На самом деле это отвечает Суфар. Тем более, что дальше там в 29 главе опять будет сказано, что это Иов говорит, переход речи как бы маркирован. Не знаю, а может быть, это Иов говорит друзьям, слушайте, вы не общаетесь с Богом, вам не нужен Бог как таковой, вы не говорите с Ним, не обращаетесь к Нему. Вы только о Нем рассуждаете в третьем лице абстрактно. Вы нечестивцы. Вот что ждет вас. Я вас хочу заранее об этом предупредить. Может быть и так. Вот непонятно. В этой книге куча загадок, особенно в этих 20 главах, где все как бы перетекает одно в другое. И такое ощущение, что автор сам немножечко запутался. Вот автор, составитель этой книги, переписчик, который уже не очень понимал, кто что говорит, где действительно правда, где нет. И тогда он решил вставить сюда 28 главу. Совершенно особенную главу. Авторский комментарий, по сути. Ну, она следующая. 28. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok